Здравствуйте друзья, после выхода моего обзора про ZigBee USB Stick Sonoff ZB Dongle E на EFR32MG21, ссылку на него, а также другие видео по теме этого блога вы найдете в описании. Мне часто стали задавать вопросы про то, как можно безболезненно перевести свои устройства старого координатора на новый. Способ с сохранением и восстановлением NVRAM про который рассказывал ранее, тут скорее всего не подойдет из-за использования разных чипов. Хотя я не исключаю вариант с реализацией такой возможности. В этом блоге я покажу одновременную работу сразу двух USB стиков на одном сервере, что дает не только возможность плавно перевести устройство с одного из них на второй, но и в принципе использовать сразу две сети, если мощности одного стика вам недостаточно. Опыты я продолжил на той же платформе, на которой проводил тест первой и второй версии координаторов Sonoff, напомню это BELIN GK MINI. Просто подключил второй стик в свободной USB. На слайде выделено то, как их определяет система. Так как у меня в качестве базовой операционной системы установлен Proxmox, то дополнительно нужно было пробросить эти порты в Home Assistant OS, который работает в виде отдельного контейнера. Для тех кто интересуется что еще туда переброшено, это Bluetooth адаптер. Естественно в других вариантах установки пробрасывать ничего не надо, система увидит координаторы сама. Вот так они выглядят в перечне оборудования самого Home Assistant. Один координатор находится на порту TTI ACM0, второй на TTI USB0. Эта информация нам нужна для указания в zigbee2mqtt. Собственно zigbee2mqtt нам тоже нужно два для каждого из тиков. В магазине дополнений меню репозиториев я добавил еще один путь к zigbee2mqtt, убрав букву S из начала пути . Это позволило добавить второй экземпляр, хотя и в перечне эти репозитории отображаются одинаково. Далее, совершенно обычным методом устанавливаем второе дополнение zigbee2mqtt. Два тоже не предел, путем незначительного изменения символов можно добавить еще больше, если есть такая необходимость. Первый экземпляр установлен в папку по умолчанию, такое же название имеет и корневой mqtt topic в Mosquito Broker. Сетевой порт штатный 8485. Для второго экземпляра нужно изменить и путь к папке, в которую он будет устанавливаться и путь к корневому mqtt topic. Порт также будет другой, я просто выбрал следующий 8486. Вот конфигурация первого дополнения. В разделе mqtt указан топик по умолчанию zigbee2mqtt. Тут работает координатор на EFR32MQ21. В вашем случае тут будет ваш старый координатор, так как я просто продолжил тест из обзора стика Sonoff the Badungle E. Он работает на 11 канале. PanID и ключ сети отличаются от тех, что были по умолчанию. Эти настройки задаются после установки дополнения и обеспечивают более высокую степень безопасности. Второй стик, в вашем случае это будет первая, разницы на самом деле нет, установлен в новый экземпляр дополнения. Для него путь к папке и топику назван как zigbee2mqtt2. Тут я изменил не только PanID и ключ сети, но и канал. Вместо 11 указал 15, который тоже входит в перечень стандартных. Это тестовая сеть условного старого координатора. Тут те же устройства, что я показал в обзоре The Badungle E. А это новая сеть, сюда я уже перебросил круглую кнопку из первой сети и добавил еще одну розетку. На самом деле не обязательно именно переносить устройство, оба стика и zigbee2mqtt отлично работают вместе. В интеграции Home Assistant все подключенные к ним устройства отображаются единым списком, управляются и передают данные. Если нам надо перенести, то из одного zigbee2mqtt начинаем удалять устройства по одному и подключать их на второй. Если вы используете стандартные технические имена устройства, они не меняются. Если свои, то просто копируйте из первого дополнения и после добавления устройства во второе переименовывайте. С точки зрения системы, это то же самое устройство с теми же самыми объектами. Нужно только будет вернуть специальные настройки, если они у вас были. Home Assistant на самом деле не отличает какому из дополнений оно подключено, так как все работает через одну и ту же интеграцию MQTT. Таким образом у вас не будет необходимости в одномоментном шоковом переподключении сразу всех устройств. Все можно делать постепенно, по одному, без потери работоспособности сервера. А при желании, если у вас много устройств в сети, их можно просто разделить, часть оставить на старом, часть перенести на новый. В качестве совета, по возможности начинайте подключение с устройств роутеров, розеток, реле, лампочек и так далее, чтобы остальные узлы сети имели возможность выбора на что им подключаться. Этот метод я в свое время использовал при переезде мазик без сети, с USB координатора на два сетевых. Там конструкция была чуть сложнее, так как с одной сети я переносил устройство сразу на две, просто кроме стика я использовал еще пару SLS шлюзов. Но глобально суть была та же самая. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал став его спонсором. Кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на интересные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok